Просьба о помощи в запорожской семье Керимовых. Три года назад радость от появления долгожданных двойняшек омрачилась горем. У мальчика оказалась серьезная аномалия, в лечении которой врачи не дают никаких гарантий. Семья просит помощи информационной и финансовой. Симптоматическая эпилепсия, аномалия развития головного мозга. Ну вот сейчас ДЦП это как следствие вот этих основных наших заболеваний. И это еще не весь список болезней трехлетнего Артура Мурата, рассказывает его мать Ирина. У малыша необычное двойное имя и очень сложная судьба. Ирина на седьмом месяце беременности родила двойню – девочку и мальчика. Сразу после рождения из-за возникших проблем Артур попал в реанимацию, где пробыл четыре месяца. Но состояние здоровья мальчика существенно не улучшилось. По словам мамы, он не получал необходимое количество воздуха, а самостоятельно дышать не мог. Теперь мальчик тяжело болен. У него эпилепсия, дистонические атаки, он почти ничего не слышит и не видит. Свои три года только пытается держать голову. Но день за днем, не покладая рук, семья работает с Артуром. К ним приходит реабилитолог, занятия с которым дают свои результаты. Еще в два годика был ребенок, которому было абсолютно все безразлично. И я могла его положить на край кровати и не переживать. Вот он лежал вот таким. То сейчас вот мы занимаемся на коврике, я даже не могу его оставить без присмотра. Он уже двигается, он уже пытается поворачиваться, он поднимается на ручке, удерживает головку. Он даже себя рассматривает в зеркале. Да, сыночек? Такое заболевание вылечить невозможно, заявили матери-медики. Они уже давно вынесли ребенку приговор. Но каждую свободную минуту Ирина в интернете. Она ищет методы лечения или хотя бы улучшение состояния любимого сына. Вот наши расходы сейчас ежемесячно составляют 5-6 тысяч гривен. На июнь месяц, на июнь нам нужно повторить курсы иммуностимулирующей терапии. Это где-то порядка 15 тысяч. Дальше будем смотреть по состоянию, по его настроению, скажем так. И уже традиционно сделать все необходимые процедуры в Украине невозможно. Поэтому семье предстоит поездка в Россию. Хоть вылечить ребенка шансов катастрофически мало, семья верит в лучшее будущее. И просит помощи у горожан. Ведь ежемесячные расходы не под силу семье. Также запорожцы приглашаются на благотворительный бал, который состоится 18 мая. Все собранные деньги пойдут на лечение Артура. Подробная информация по телефону. Бывает очень тяжело и буквально жить не хочется. Вот на себе это проверено. Поцелуйте своих детей и к вам вернется вера, что жизнь все-таки имеет смысл.